Добрый вечер Иркутск, добрый вечер иркутяне. В прямом эфире Аиста звучит Камертона. Сегодня мы продолжаем разговор о том, в каких условиях самые маленькие иркутяне вступили в свой новый учебный год. О том, что сделано в школах и детских садах Иркутска, о том, что будет еще сделано, сегодня предлагаю поговорить с руководителем департамента образования Комитета по социальной политике и культуре Костиным Александром Константиновичем. Он сегодня у нас в студии. Добрый вечер, Александр Константинович. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 707020. Если вам есть что сказать или спросить по теме комфортности наших учебных заведений, тогда звоните в ближайшие 30 минут. Линия работает специально для вас. Ну и, как всегда, предлагаю участвовать в интерактивном голосовании. Тема опроса сегодня будет звучать следующим образом. Как вы считаете, что необходимо сейчас школам Иркутска и детским садам Иркутска для улучшения комфорта? Есть несколько вариантов ответов. Ремонт помещений, новые спортивные площадки и залы, либо доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Вот такая сегодня тема. Ждем ваших звонков. Ну и мы начинаем разговор, Александр Константинович. Я хотела бы начать эту тему сегодня с, наверное, самой свежей новости. Буквально вчера вечером наши телезрители увидели, как Дмитрий Викторович Бердников, мэр Иркутска, посетил микрорайон Эволюция. И мы услышали о том, что там планируется строительство самой большой в Иркутской области школы. Вот что это за такой объект? И только ли большим количеством учащихся это учебное заведение будет, скажем так, выделяться на общем фоне? По проекту, на самом деле, в районе Эволюции школа рассчитана на 1127 детей в одну смену, где предполагается несколько корпусов. Отдельно начальная школа, отдельно столовая на 108, на 450 мест одномоментно, спортивный зал на четыре площадки баскетбольных, бассейн, актовый зал, комнаты для внеклассной деятельности. Планируется там смонтировать классы и по астрономии. Амфитеатром предполагается и форум конференции. То есть есть все возможности для того, чтобы наши ребята развивались. То есть тот самый комфорт, о котором мы говорим, что ребенок обучается во всех современных условиях. В современных условиях. И самое главное, что эта школа будет рассчитана для всех. Не для избранных, не лицей, не гимназии, а общеобразовательная школа, где рядом. Причем плечу будут шагать от класса к классу у детей с разными возможностями и разными интересами. Вот это я и хотела уточнить, потому что, ну раз уж так, к сожалению, у нас такие традиции складываются, что все лучшее действительно таким инновационным учреждением. А эта школа, она действительно будет для жителей близлежащих кварталов, микрорайонов? Конечно. И самое главное, что оно разгрузит те школы близлежащие, которые сегодня переполнены. Это и 30-е, и 40-е, и 57-е, и 53-е. И расстраивается жилой комплекс. И, естественно, молодые наши иркутяне, они смогут посещать это уникальное заведение. А мы постараемся со своей стороны, потому что завершение общей строительных работ планируется к концу этого года, а мы уже с января начнем наполнять содержанием, чтобы 1 сентября эта школа соответствовала не только по архитектурным каким-то замыслам современное здание, но и по содержанию. Ну а общая-то, скажем, дата запуска школы? То есть если прям вот такими ускоренными темпами школы до конца года будут построены? Да. Общестроительные все работы будут выполнены строителями к 31 декабря текущего года, а к 1 сентября мы планируем начать учебный год. То есть микрорайон эволюции, вот это название, оно как-то повлияло, видимо, на то, что школа должна быть особенной. Конечно. Понятно. На тот момент, на начало учебного года, перед департаментом образования, наверняка ставились какие-то конкретные задачи. У вас были приоритеты? Где-то капитальный ремонт, где-то вот строительство новой школы, как мы услышали в эволюции. Вот какие задачи на начало учебного года перед вами были поставлены, и вы сами в том числе ставили своим специалистам, и какие задачи выполнены, как все на самом деле вы оцениваете? Вот вы детям ставите оценки, да, от департамента образования, а вот вы сами, как вы считаете? А вы знаете, главная ключевая мысль и главная ключевая задача – это комфортность. А комфортность складывается из многих обстоятельств. Это безопасность образовательного пространства, это выполнение всех санитарных норм, для того, чтобы наши дети чувствовали себя неучебно и сохраняли имеющееся здоровье. Это и внешне, чтобы привлекательно было, и содержательно, то есть из многих. И вот комиссия, из членов комиссии Роспотребнадзора, представителей Госпошнадзора, они смотрели свои направления. УВД, представители УВД смотрели антитеррористическую защищенность. Это и ограждение, и видеонаблюдение, и охрана. Педагоги смотрели наполнение содержательное этой программы, и обеспеченность учебниками, и организация питания, и все ли технологическое оборудование работает. Это доступность и библиотечного, и информационного источника для того, чтобы ребятам было интересно. Александр Константинович, это такая общая информация. Мы понимаем, что когда принимается школа накануне учебного года, действительно по всем критериям оценивают, и разные службы, и ведомства. А были какие-то болевые точки, и вы поняли, что к концу учебного года, вот предыдущего, действительно, вот это должно быть в приоритете. Вот это учебное заведение в первую очередь. Как отбирается, где капитальный ремонт, где, скажем так, промежуточный ремонт, косметический, небольшой? Вот приоритеты, я об этом вас хотела спросить. Значит, приоритеты сегодня совместно с УКСом и с комитетом по городостроительной политике совместно оцениваются общестроительные задачи по конструкциям, по несущим конструкциям здания, сооружения, в которых размещается образовательное учреждение. Оценивается, затем, если по оценке их нужна более детальная экспертиза, то привлекаются другие подрядчики предприятия, которые проводят экспертизу. И на основании этого заключения определяем, что приоритетность. Например, лицей номер два, он требует капитального ремонта, перепланировки кое-какой, потому что там занимаются дети еще в старом, в 30-х годах построенном здании. Это пищеблоки. 71-я школа. Нужно было переоборудовать. И сейчас появилось уникальное, хорошее, современное здание с технологическими цехами, где ребята могут вкусно приготовленную пищу попробовать, поесть. Это школы-интернат, где и подвальные помещения, и складские помещения, и самообъединенные залы, и технологические цеха были отремонтированы. Это кровля. Вы сами понимаете, что это боевых точек. Боевых точек, и оконные блоки, для того, чтобы было тепло, уютно в учреждениях. Это и прачечные в дошкольных учреждениях. Ну, я понимаю, что много, и вот все-таки, чтобы зациклить, вот по поводу оценки. Вот были поставлены задачи, все ли школы справились, действительно, со всеми все вовремя. Вот, ну, мы знаем, вот, например, беда в Уссулии-Сибирском, не запустился интернат, подрядчики подвели, ремонт вовремя не закончился. Здесь все хорошо сработало, вовремя. Все, вот, единое понимание целей и задач всех служб по администрации города, они позволили к 1 сентября все образовательные учреждения достойно, так сказать, открыть двери для наших учащихся и воспитанников. Ну, вот так это или не так, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы в прямом эфире 70-70-20, у вас сейчас уникальная возможность непосредственно руководителю департамента образования сказать, все ли комфортно в учебном заведении, где учится ваш ребенок. Может быть, поблагодарить, если действительно все комфортно, или наоборот, сделать какое-то замечание, пользуйтесь такой возможностью, мы работаем в прямом эфире. Ну, я не случайно задала этот вопрос, потому что понимаю, что есть планы, которые строятся, и каждый ремонт, он наверняка не происходит хаотично, все выстроено, да, но есть еще и коррективы, которые в эти планы иногда вот помимо всего вносят. Их жизнь вносит, природа вносит. Это я про девятую школу. Я так понимаю, что именно природа подкорректировала планы относительно этой школы, а вот с этими планами теперь разбираетесь вы департамент и городская власть. Вот как вы разбираетесь, мы поговорим сейчас дальше. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Мы побывали в девятой школе, чтобы понять, что там сейчас происходит, и вернемся к этой теме, хорошо? Продолжение следует... И принятое решение о переселении детей в соседние школы – это правильное, своевременное, потому что в целях создания безопасных условий. 650 учеников распределили в школы 65, 72 и 21. Девятикласснице Лере Мельниковой теперь приходится вставать на 30 минут раньше. Ее класс перевели в 72-ю школу, а это на несколько остановок дальше, чем ее родная девятая, и дорога занимает немного больше времени. Но, как признала школьница, она готова потерпеть эти неудобства. Дискомфорта такого в плане учебы нету. Мы сидим все в одном кабинете со своими же учителями. Ученики и учителя 72-й школы относятся к нам очень хорошо. Все условия предоставлены, поэтому дискомфорта такого нету. Но, конечно, в свою хочется в школу вернуться поскорее. Люди все взрослые, понимаем сложившуюся ситуацию, мы готовы потерпеть. Конечно, как родители мы обеспокоены данной ситуацией, но надеемся, что проблема капитального ремонта нашей школы здания у нас уже, конечно, старая, 80 лет ему в следующем году будет. Мы верим, что эта проблема находится под контролем мэра города Иркутска, также руководства департамента образования. И нам, как родителям, хочется, чтобы наши дети, конечно, вернулись побыстрее в нашу школу. Ситуация действительно находится на контроле администрации города. Своевременное укрепление фундамента и несущих стен поможет 9-й школе сбежать судьбу 19-й в Академгородке, где здание ремонту уже не подлежит. Если мы говорим о тех видах работ, которые мы будем делать, это мы усилим основание фундаментов способом цементации, инициирования, есть такой способ, и усилим каркас здания, фундаменты со стенами при помощи стальных канатов. Денежные средства на ремонт были выделены из резервного бюджета города. К работам подрядчик приступит уже на следующей неделе и планирует закончить в декабре. А это значит, что в начале 2017 года ученики 9-й школы вернутся в родные стены. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов, Камертон. Спасибо большое. Здесь, конечно, мы учли не очень состоятельность подрядчика по применению этих красок. На самом деле запах был. Но учебный год и первая линейка 1 сентября состоялась. Затем щадящий режим был для тех, кто не может приносить. Здесь ливневые дожди были как раз перед 1 сентября, и не было возможности проветрить, чтобы исчезла этот запах. Но сделан очень важный капитальный ремонт. Это электропроводка, щитовые, что влияет на безопасность тех, кто находится в этом здании. Понимая эту ситуацию, со стороны УКСа предъявлены претензии к подрядчику, для того, чтобы там есть кое-какие недоделки. И эти недоделки с покраской и штукатурами будут доделываться в каникулярное время. И мы тоже были обеспокоены данной ситуацией. Но то, что ремонт сделан очень хорошо, качественно, и создались условия для нормального обучения. И в классах заменены были светильники, электропроводка, частично отремонтированы туалетные комнаты, столовая. Это, наверное, создает условия более комфортные, чем было. Ну, бывает так, к сожалению, и у нас, когда мы ремонтируем свои собственные квартиры, подчас мы тоже иногда ожидания не оправдываются. Покупаем один цвет, а получается в итоге другой. Но вот вопрос был задан, используются ли действительно при ремонтах учебных заведений современные краски, современные материалы, для того, чтобы действительно они были безопасными. Вот эти все моменты отслеживаются? Это вот такая случайность? Это случайность. Это случайность, поэтому я еще раз повторю, что у подрядчиков было указано. Указано на это несоответствие. И в дальнейшем предложено уже специалистами УКСа другие совершенно краски, которые без запаха и сохнуты, и никаким образом не отличаются. Понятно. Давайте все-таки вернемся к девятой школе. Мы пока посмотрели сюжет, там вроде бы все с терпением, с пониманием, все понимают, что действительно дожди августа, они во многом в иркутской жизни внесли такие серьезные коррективы, неприятные. И вот, к сожалению, система образования тоже где-то вот показала, да, есть где-то какие-то слабые места. Прозвучало, что в 2017 году дети пойдут в школу. Немножко так абстрактно? Уже в январе все будет, дети будут в родной школе? Да, планируется. Сказал специалист, руководитель нашего УКСа, Илья Викторович Крученин, который через него проходит все вот эти стадии и обследования, и подготовка смертно-проектной документации, и выполнение всех обществительных, укрепляющих моментов этого здания. То есть это действительно, по сути, ситуация такая на опережение была сделана, да? Да, на опережение. Чтобы невозможно было и не нужно было терпеть до конца года учебного, решили все-таки не рисковать. Конечно. А кто возьмет сегодня ответственность за жизнь и здоровье детей? Никто. Вынужденная ситуация. Я на родительском собрании привел пример. Если у нас что-то выходит из строя, мы что, моментально жизнеобеспечивающие? Ну, если невозможно терпеть, то мы делаем. Конечно. Мы моментально принимаем решение. Хорошо. Александр Константинович, я, конечно, не могу спросить, не спросить про 19-ю школу, потому что там тоже буквально на днях происходит уже снос этого здания. Перспектива этой школы какая? Потому что микрорайон, конечно, он тоже ждет, что школу снесут, но что-то будет же дальше. Проект тоже уже есть. В проекте проект очень уникальный, могу сразу сказать, и с куполом планетария, и с хорошей спортивной площадкой, стадионом, бассейном, шикарной столовой, залов для мне классно работать. То есть нужно чуть-чуть потерпеть. Как обещано было, будет эта школа, откроет свои двери 1 сентября 2018 года. Сегодня идет реконструкция данного здания, и затем будет подготовка площадки и строительство. То есть надежда на то, что ученики, многие вернутся все-таки и закончат школу, но уже в новом здании. Под номер 19, но новая, с планетарием таким, да, как вы говорите? Новая. И встреча с родителями. И на 1 сентября Дмитрий Викторович специально поехал на торжественную линейку, где еще раз озвучил все планы по возведению нового здания 19-й школы. Я думаю, что смотря на проект этой школы, родители учащихся с восторгом воспримут вот это новое сооружение. Ну вот, слушаю вас, честное слово, хочется где-то по-доброму позавидовать жителям микрорайона «Эволюция», где такая школа, или там 19-я школа. Но вообще, на самом деле, не секрет, что каждый микрорайон, жители каждого микрорайона, они всегда очень внимательно ловят любое слово власти, где особенно звучат перспективы, и очень неощепетильно относятся к вопросам, почему в этом микрорайоне, а не в этом микрорайоне. Вот что касается учебных заведений, вот создания вот таких комфортных условий, каким образом есть критерии отбора, почему именно в этом микрорайоне будет строиться такая школа, могут ли родители, жители микрорайонов поучаствовать в этом процессе, вот отбора критерий, чтобы попасть в приоритет создания вот таких современных красивых школ детских садов. Генплан же обсуждался. В каждом округе и в округе ни в одной точке предоставлялись помещения, приглашались, где до утверждения генерального плана строительства было предложено и в перспективе, где будет школа. Я могу сказать, на ближайшее время, сегодня у нас 19-я школа, сегодня пристрой к 66-й школе, это на улице Ленская, это 64-я, к сентябрю 2017 года откроет двери на 500 новое современное здание. Это будет строительство по улице Багратиона. И дальше в дальнейшем стоит в планах о том, чтобы школы строились. Дмитрий Викторович Бердников сам и все специалисты прилагают усилия найти источники финансирования не только местного бюджета, но и попасть в программу «Большая перемена» софинансирования из регионального и федеральных бюджетов. То есть это к слову о том, что когда людей приглашают на общественное слушание по генплану, не нужно игнорировать, а нужно приходить, чтобы потом не разводить руками и не завидовать. Почему не у нас? Мы видели, что Дмитрий Викторович в этом году лично посетил все объекты, наверное, большую часть детских садов и школ, смотрел, как производится этот ремонт. Вот уже прозвучал вопрос от телезрительницы по поводу качества ремонта. Я хотела немножко поточнее. Вот 27-я школа – это единственный такой оказался объект, где подрядчик чуть-чуть подвел. Вот этот контроль власти в том числе, насколько он вам помогал решать эти задачи, проблемы с подрядчиками, например, взаимоотношений? Это очень хороший контроль. И Дмитрий Викторович с позиции профессионала, строителя, он видит те вещи, которые я, как педагог… А замечания какие делались? И по качеству работы, и по применению материалов, и по срокам, и, естественно, по удобству. Потому что понимает и он, что здесь будут учиться не просто люди, а дети будущие, они должны с чего-то брать пример. Они же тоже наблюдают, как выполняются теленные виды работы. Не только вы спрашиваете, но и с вас спрашивают. Это достаточно жестко. Я сегодня очень хочу затронуть тему по доступной среде, потому что есть такая статистика, не самая веселая, но она есть, это правда жизни. 13 тысяч детей в Иркутской области – это дети с ограниченными возможностями. И когда мы говорим о том, что комфортно должно быть детям, мы, конечно, должны думать и об этих детях в том числе. Вот сколько детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями в Иркутске, и те ремонты, которые делаются на перспективу, учитывают ли они эту категорию детей, создаются ли для них какие-то условия? Как эта программа у нас в Иркутске реализуется? Уже несколько лет реализуется программа «Безбарьерная среда». На сегодняшний день за 2-3 года уже созданы условия в 19 образовательных учреждениях. Это и пантусы, это и входные двери, это и туалетные проемы, это и туалетные комнаты, это и места в столовых, и ряд других, и комнаты специализированные, где могли бы заниматься, и спортивные малые залы. То есть этому пристально администрация пристально уделяет этому внимание. На сегодняшний день в Иркутске области, будем говорить, не закончился еще официальный отчет статистики по общеобразовательным школам, 1714 детей, в том числе 543 ребенка-инвалида. В дошкольных учреждениях 3667 и около 260 детей-инвалидов. Конечно, для них создаются условия. Одно из новшеств и современный подход по работе с родителями и детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья, и это и дети со слабым слухом, зрением, речью, ДЦП и так далее, для них организуется конституционный пункт. Одно из новшеств в микроюне Топкинской, в детском садике Берегиня, созданная лекотека, которая будет... А мы покажем. Покажем, да? А мы покажем, Александр Костанович, потому что я вас спросила, да, у нас работают агенты, которые все смотрят и проверяют. Мы хотели вот убедиться лично, что там делается, и вот насколько слова действительно перекликаются с делами. А еще можно вот такой момент. 18-й детский сад, это в микроюне Байкальском, там есть группы детей с нарушением речи, есть ДЦП, и открыли конституционный пункт для родителей. Понятно. А мы сейчас, я предлагаю, посмотреть все-таки действительно этот сюжет, потому что Анастасия Цыганкова, наш журналист, побывала в некоторых объектах, и мы можем теперь увидеть, как реально доступная среда выстраивается сейчас. С виду обычный зал для физкультуры, но на деле – кабинет для занятий детей с ограниченными возможностями. Этим летом в школе номер 28 провели ремонтные работы в рамках федеральной программы «Доступная среда». Дверные проемы расширены, чтобы ребенок мог проехать на коляске. Переоборудован был и туалет. Здесь все в соответствии с нормами. Поручни, низкие раковины, есть место, где развернуться. Конечно, это очень важно, потому что детям нужно общение, детям нужна среда. Дети, когда обучаются на дому, они замкнуты в четырех стенах, и поэтому, конечно, сложно все это. Не все родители могут принимать детей, друзей в доме. А здесь дети могут теперь приходить не только на занятия, но и на какие-то внеклассные мероприятия, общаться с одноклассниками, что, конечно же, просто замечательно. В этой школе обучается четыре ребенка-колясочника. Сейчас они на домашнем обучении. С появлением условий для детей с ограниченными возможностями ученики смогут посещать занятия уже в школе. Раньше это было сложно. Ему было трудно передвигаться, получается. Когда мы пригласили его на вручение аттестатов, нашим мальчикам пришлось на руках поднять его на второй этаж. Но он был очень рад, когда увидел наш класс. Мы очень рады, что в нашей школе наконец появился пандус. Теперь дети-инвалиды могут учиться в нашей школе, наравне с обычными детьми общаться, заниматься и не сидеть дома одни со своими проблемами. В рамках федеральной программы этим летом для детей с ограниченными возможностями комфортные условия были созданы еще в двух школах – 42-й и 26-й. Денежные средства были выделены из городского бюджета. А это уже дошкольное учреждение номер 100 в микрорайоне Топкинский. Детский сад тоже принял участие в программе «Доступная среда». Здесь в декабре откроет свои двери центр лекотека. Лекотеку могут посещать дети со сложными выраженными нарушениями в развитии, с умеренной умственной отсталостью, дети с синдромом Дауна, дети с ранним детским аутизмом и дети с ДЦП. Когда обратились в медико-психолог и педагогическую комиссию, им было отказано в посещении детского сада. И вот поэтому мы предоставляем такую службу, форму именно взаимодействия – это лекотека. Этот центр для детей с особенностями развития в своем роде единственный в области. Аналогичные центры успешно работают в Москве, Чите, Самаре, Воронеже и других крупных городах России. В здании закончили отделочные работы. В ближайшее время завезут необходимое оборудование – тренажеры, специальные игрушки и мебель. Здесь с детьми и родителями будут заниматься учителя-логопеды, дефектологи, педагог-психолог, инструктор ЛФК и воспитатель по взаимодействию с семьей. «Наше дошкольное учреждение имеет очень богатый опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 1981 года в статусе коррекционного педагоги имеют опыт работы с такими детьми». Прием заявлений от родителей уже начался. Желающие записаться звонят из разных уголков области. Принимают в лекотеку детей от трех до семи лет. Для этого необходимо пройти психолога-медико-педагогическую комиссию. Занятия для детей и родителей в лекотеке будут проходить бесплатно. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов, Камертон. Мы видим, Александр Константинович, что действительно работа ведется. А что еще для такой категории детей? Все-таки действительно больше 5000 ребятишек в Иркутске с проблемами. Что еще будет? Будем развивать сеть. То есть в каждом дошкольном учреждении будем стараться открывать группы для таких детей. И конституционные пункты, потому что есть ограничения в посещении, в долгом временное пребывание детей ограничено, потому что они еще не приспособлены. Но социализировать детей, развивать этих детей, оказывать помощь родителям, как обращать внимание на те или иные всплески, вспышки в поведении детей мы будем оказывать. Ну, понятно, что учебный год уже стартовал. Это же наверняка не означает, что все на этом и закончилось. Вот летом активные такие работы по созданию комфорта, ремонта и все остальное. Что будет в ближайшее время? Вот, кстати говоря, буквально вчера у нас здесь в Камертоне присутствовал руководитель школьного питания. И накануне эфира очень многие родители нам звонили и спрашивали, будет ли в школах введена, например, электронная система учета. То есть, где родитель будет видеть, пришел ли ребенок в школу, посмотреть его электронный дневник, посмотреть, что он кушал и кушал ли вообще. То есть, такие вот электронные, я не знаю, чипы, пропуска или что-то такое. Вот это же тоже условия комфорта для родителей, да, и в том числе для детей. Вот этот вопрос как-то рассматривается? Рассматривается. Буквально сегодня было городское совещание руководителя образовательных учреждений. И мы рассматривались как раз о проекте реализации замыслов российской электронной школы, где предполагается это и ресурсы электронные, использование новых технологий, это и пропускной режим, это и дневник РУ, который требует сегодня совершенствования, чтобы родители могли целенаправленно следить за действиями и шагами и успехами своих учащихся. Это и автоматизированная система учета детей, как сегодня является в дошкольных учреждениях, она будет распространяться на общеобразовательные школы. Это и создание портфолио в электронном виде. То есть, много замыслов, которые сегодня готовы реализовывать наши педагоги и руководители образовательных учреждений. А есть какой-то конкретный, может быть, срок, когда что-то поступает? Понятно, что все вместе, наверное, в комплексе, это перспектива на один год. Да, школы имеют свои разные особенности, поэтому одномоментно мы не можем сказать, что к 2020 году все однозначно. Сегодня апробация электронных учебников, это использование гаджетов, это не только компьютеров, но и планшетов. То есть, разные моменты, они зависят от многих обстоятельств, и финансового наполнения, и содержательного, и готовности учителя внедрять и использовать данные технологии. А вот те школы, про которые вы сегодня достаточно много подробно нам рассказали, ну, назовем их школой будущего, вот 19-я, 9-я школа, вот это все уже будет? Там уже закладывали. Не только новые стены? Конечно. Я и сказал, что мы с января месяца уже будем наполнять содержанием для того, чтобы было комфортно, интересно, и с использованием новых технологий уже обучаться детям различным и разным. Ну, понятно. Ну, что же, Александр Константинович, ну, как показывает наш интерактив сегодня, наши телезрители, вот вы заметите, сегодня звонков было не очень много, да, но, видимо, то, что хорошо воспринимается уже как данность, плохо, видимо, и сказать особо нечего. Ну, по крайней мере, сегодня в эфире мы это не услышали. Поэтому и итоги интерактивного голосования, тем не менее, нам показали, что необходимо школам все-таки для улучшения комфорта ремонт. Видимо, ремонта мало не бывает. Хорошо покрашенные стены и новая мебель и все остальное, это нужно всегда. Поэтому эта строчка у нас сегодня лидировала. Но, что характерно, и по спортплощадкам, и по условиям доступной среды для детей и инвалидов, эти две позиции в наших телезрительских, так скажем, мнениях, заключениях, они практически вровень, что тоже как бы важно. Поэтому, наверное, департаменту есть над чем работать, обратить на это внимание. Конечно, мы на этом не успокаиваемся, мы будем работать, мы знаем болевые точки. Сейчас прорабатывается вопрос плана строительства школ, дошкольных учреждений, спортивных площадок, городков, ограждений, бассейнов. И могу сказать, что у нас не закончился ремонт. У нас еще идет к завершению ремонт бассейнов в 25-й школе, на капитальный ремонт лицея номер 2 и ряд других объектов, которые в ближайшее время будут завершены. То есть спорт и спортивные объекты в школах и детских садах тоже на повестке стоят? Конечно. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы сегодня на большую часть вопросов наших телезрителей ответили. Спасибо и вам, телезрители, что нас смотрели, голосовали, участвовали так или иначе в обсуждении. Уверена, что дома, а у себя в семьях вы эту тему тоже обсуждаете. Спасибо всем. Это была программа Камертон. До свидания. До свидания.